Вы знаете, я слышу не раз, и даже знаю, кто автор этой безумной совершенно концепции, это Сергей Савельев, который предложил, что обезьяны – продукт деградации человека. Но просто Савельев, он не очень, так сказать, разбирается в ДНК, он вообще специалист, который его профессия ДНК не касается. Разбирался бы, он бы взял вот эти картины мутации и увидел, что идёт наращивание мутации количества от обезьян древних к человеку. Если бы деградация шла, то наращивались мутации бы от человека к той самой древней обезьяне, потому что наращивание мутации количества происходит во времени. Просто он никогда не брал вот эти вещи, никогда не разбирался в том, какой ДНК у обезьян, у кого, сравнивая с человеком. Но вот он брякнул, что это был обратный путь. Возможно, он основался там, не знаю, на размерах мозга и первоочные вещи. Но это уже вторичные все данные. Поэтому он просто не в курсе. Эта гипотеза не имеет никакого права на существование, пока не показана с помощью ДНК, в какую сторону шло накопление мутации. Простой пример. Можно сказать, что это отец прожил от сына. Вот я выдвигаю теорию, что все наоборот, сыновья производят отцов. В ту сторону происходит. Сказать так можно, ну почему нет? Сказать все, что угодно можно. Но когда возьмешь опять же картину ДНК мутации, увидишь, что у отца, по сравнению с сыном, есть мутации, точнее у сына есть дополнительные мутации, которые не могут исчезнуть при переходе сына к отцу. Мутации могут только накапливаться по ходу, так сказать, эволюционного развития от отца к сыну. У сына лишние мутации. Они наоборот. Поэтому такие вещи все экспериментально проверяются. И вот удивительно, когда вот такие совершенно безумные гипотезы подхватываются людьми, и они начинают их повторять. Я сколько раз видел это в сети. Но это означает, что люди сами не хотят разбираться. И даже вопрос никто такого не ставит. Был там профессор Савельев. Откуда вы это взяли? На каком основании так считают? А вы сравнивали ли с ДНК? И Савельев, конечно, скажет, нет, не сравнивал. Если он честный человек, скажет, нет, не сравнивал. Но тогда разговора пока такого нет. Поэтому ответ простой. Никаких оснований к тому, что обезьяны – это продукт деградации человека, и близко нет.